Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова До субтитров А.Кулакова Редактор 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 субтитров А.Кулакова высаживал древы. У сбережья в озеро Лавалтовского пляжа упрыгожили 50 молодых вербов. Увокуле поздняя весна, вымышая городские влады и службы жилево-коммунальной господарки, у самые стислые термины провести работы по наведению парадку, озеленении и ремонте дорог. Очень много уже сделано, еще есть определенные работы. Ну и, конечно, большой фронт работ сегодня. Я проехал немножко по городу, видел, сколько людей вышли, гомельчан. Кто-то красит, кто-то садит деревья, кто-то подметает, убирает мусор, который остался после зимы. Я очень благодарен всем нашим гомельчанам. Это показатель, признак того, что действительно наши люди любят свой город, гордятся своим городом, а главное, они делают все для того, личным своим участием, для того, чтобы этот город был еще лучше. До республиканского субботника долучились больше, как 136 тысяч гомельчан. Разом и они заработали 417 тысяч рублей. Чистый дворик, депутатский субботник под таким девизом сегодня прошел в Гомеле. Разом с представниками областного городского совета, специалистами комитета территориального громадского самокирования, прибирали сметки и саджали древы и мясцовые жахары. Для наведения парадку селета были вызначены и новые территории, которые до этого не трапляли на умовную карту субботника. Например, вот этот пригожий лес. Он излучает новобелецкие новобудовли и детячий дом. Изъявляется добрым местом отпочинку гомельчан. Причем многие, как часто бывает, без усиля, как ассорому, покидают после себя кучу сметки. Тому керауниство детячего дома разом с депутатами вырошли очистить от этого бруду лес, прибрать сухие галинки и выграсти летошние листья. Пленной праце вельми спряла теплая и солнечная надворья. Выхованцы так само працавали старанно и зладженно. Узнагороды для их стали подарунки, які привезли с собой депутаты. Мой избирательный округ находится на территории новобелецкого района, поэтому определили территорию, которую увидели, что она нуждается в уборке, тем более рядышком находится детский дом, рядышком находится детский санаторий, поэтому хочется, чтобы детки наши, выходя в лес, видели чистоту, порядок. Все лето для работы на субботниках у гомеля вызначили 4 депутатские штабы. У их загадя проанализовали пожадания жихаров, как сегодня навести парадок на территориях, які наибольшу в остров мают у гэтым потребу. Головная будовнейшая пляцовка региона – реконструкция областной дитячей больницы. Сюди накерувався молодежный десант. Активисты БРСМ допомагали в уборце будовничьего смеття и доброупорадкованья. А прошлые годы гэтая пляцовка официйна з'является молодежной будовлей. Свою волонтерскую лепту уносят студентские працовные отрады. Усяго, в субботний день на 42 объектах региона працевали 3,5 тысячи молодых людей. Я, как студент Гомельского государственного медицинского университета и как будущий врач, лично для меня это значимый объект, колоссально значимый. Это и новые рабочие места, это новое отделение, новые технологии. Это большая помощь детям. И важно то, что мы участвуем, мы помогаем и свой вклад сюда вносим. Червоную стушку тут перережут в лепени этого года. Старая больница перетворится в сучасный шмат-профильный высокотехнологичный центр. Одночасово тут смогут примать больше, как полтысячи маленьких пациентов. Это позволит закрыть потреб региона в медицинской допомозе детячему насильниству. Одинным коллективом в Гомельской средней школе номер 25-7 Бориса Царакова на субботник вышли не только супрацовники. Долучился до работы и был и вучень керавник администрации чекуношного района Гомеля Виталь Уткин. Наводить парадок после зимы допомогали и сегодняшние школьники. Пофарбовать, огороджу, прибрать газонные клумбы. Клопотов после зимы шмат. Школьники працуют на ровных с наставниками. Школа для их – другий дом. А як вя дома, дома утульность и комфорт кожный створая своими руками. С удовольствием работаем, потому что я считаю, что уют и красоту, чистоту создаем мы сами, своими руками. И поэтому с еще большим удовольствием мы принимаем активное участие в общем деле и убираем, облагораживаем нашу школу. Самое основное, что все пришли на этот праздник с улыбкой, с настроением и с желанием. Мы понимаем, что мы делаем, что это для себя. Если это мы не сделаем, то этого никто, кроме нас, не сделает. И мы должны молодежи показать, чтобы эта традиция апреля перешла и в третье тысячелетие. Украине протягивается экологичная кампания «Уладкуем малую родиму». Работы по наведению парадки на земли будут проводить до Кострышника. Сегодня удел у них приняли супрацовники Гомельского областного комитета природных ресурсов и оховы новокольного осяродя. У Гомеля работы по высоте Дрел проводились на Решевском проспекте от улицы Сосновой до Косарова. Площадь достаточно великая и на допомогу супрацовникам комитету вышли жихары ближайших домов. Высаживали липы. Обустроим малую родину. В рамках этой акции мы участвуем при посадке деревьев в советском районе города Гомеля. Вторая часть комитета у нас участвует в посадке деревьев на рекультивированном мини-полигоне в Ветковском районе. Там где-то порядка 1,2 гектара земли будет засажена. Я гомельчанин, поэтому участвуя в городе Гомеле, навожу порядок на своей малой родине. Сегодня у Гомельской области на Республиканский субботник вышло больше за 430 тысяч жихаров. И они зарабили каля 1 миллиона 200 тысяч рублей. Полову суммы накируют у республиканский бюджет. Другая частка застанется в регионе. Финал областного этапа республиканского гляда конкурса «Лидер года-2018» прошел сегодня в Гомельском державном областном палаце творчества детей и молодых. Конкурс примиркованный до проведения в Беларуси года малой родины. В областном этапе сострелись 10 финалистов с разных районов. Сярод конкурсных заданий, презентация своего уклада в развитие малой родины и оборона социального проекта. Трое первоможцев областного этапа проставят Гомельскую область на республиканском этапе конкурсу в мае. Важно, чтобы мы выбрали не просто лидера, а яркую личность, неординарную личность, харизматичного человека, который способен вести за собой, у которого есть уже, несмотря на возраст, багаж, компетенции, навыков, которые способны внести вклад не только в самого себя, в свое окружение, но так или иначе будут связаны с тем, что этот конкурсант вносит вклад в развитие своего региона и своей малой родины. Больше подробязный репортаж о входе и выниках гляда конкурса «Лидер года 2018» глядите у понеделок. А напереды Днеуговинской области выбрали самую грациозную и артистичную студентку. В областном громадско-культурном центре пройшел региональный этап конкурса «Королева весна 2018». 13 бояльных девчонки повинны были уразить глядашов своей прыгожостью, розумом и талентом. Кто завоевал корону, переможцы и путевку на республиканский этап, ведая Ганна Коральчук. В гримёрках уластивая конкурсом метусня. Опошни пришиты гузик, отпрасованный костюм, коррекция прически и мейкапа. Усё повинно быть бездакорно. Перед удельницами стоит непростая задача – показать свою квитнечую весновую прыгожость, а так само сдевить творчими номерами. Сирот прыгожунь и претенденток на перемогу сегодня есть представницы самых разных специальностей. Это будучи урачи, бухгалтер, специалист по международных перевозках и навык логопед. А малькожная займается спортом, некоторые малюют картины и при этом усе мают модельные параметры. Всё лето организаторы поспробовали вывести традиционный студентский конкурс на новый узровень и перетворить его усоправдное шоу. Для этого запросили профессионалов, стилистов, педагогов по дефиле, танцевальный коллектив и эстрадно-симфоничный оркестр Гомельской областной филармонии. Усё гэта делят аго, как створить весновый настрой в зале и, как мога лучше, раскрыть прихожой студельниц. Выбрали самый лучший зал в Гомельской области. Ну и самая главная, наверное, фишка – это то, что мы всё выступление девушек, их номера, их дефиле построили вокруг живой музыки. То есть у нас будет сегодня оркестр. Это впервые такие даже… Ну, я, по крайней мере, что этот конкурс так в Республике Беларусь не проводился, точно уверен. Поэтому мы решили ввести такое новшество. Пять конкурсных выпробований и, отповедно, ровно стольки махчёмости у каждой конкурсантки завоевать симпатию глядачу и членов журы. Первое знакомство с удельницами отбылося подчас конкурсу визитовок. Так само и они блеснули ведами у интеллектуальных выпробований, подчас якого отказывали на пытания, связанные с историей разных королевских семьях. Не меньше уразили и два творчие выпробования. У первого, каждая девушка демонстрировала некий образ, близкий её по характеру и стыле життя, а у другого показывала свои таленты. Вообще очень огромный ажиотаж. Все не знали, что делать, особенно в последние минуты подготовки. Мы занимались волонтёрской деятельностью. Много репетиций, дефилей и в этом роде. У меня будет стихотворение под аккомпанемент. И будет танцевальная пара. А второе образ будет королева эпатажа, чтобы удивить жюри. Мой образ королевы – это королева пробуждения к жизни, то есть движущиеся платья, в котором распускаются цветы. А насчёт творческого номера я пою песню на итальянском «О соле мио» под оркестр. У пригоженнем вечера стала традиционная финальная дефиле у дизайнерских вечерних сукенках. А потом долгое чекание выникло. Горячие спрэчки с членов жюри – вердик. Третье место заняла Яна Халадзилина, студентка ГДТУ имя Сухого. Первой вице-королевой обрали Пелагею Кизим, представницу Гомельского державного университета имя Франциска Скарыны. Владальницей заповедной короны стала так сама студентка ГДТУ становы, будучи математик-экономист Лизавета Святогор. Потрясающе! Я испытываю какое-то дежавю, потому что такой момент уже был у меня в университете. И вот сейчас повторно вообще нереально. И я очень рада, что именно мой университет занял два первых места. Это очень почётно. Остатние конкурсантки отрымали у знагороды в особных номинациях. А переможца представит наш регион на республиканском этапе конкурса в Минску на проконце красовика. Ганна Корольчук, Василий Осипцов, телерадо-компания «Гомель». В регионе стартовала премьера спортивной драмы «Тренер» с уделом популярного российского актёра и режиссёра Данилы Козловского. У гомельским кинотеатра имя Калинина показу попередничала яркая шоу-программа с уделом юных спортсменов и артистов. Премьерный показ наведала наш корреспондент Вероника Ворошилина. Цікавые конкурсы и викторыны, спортивная споборництва и выстава документальных фотосдымков, а так само яркие танцевальные выступления. Презентация премьерной российской киностушки «Тренер» у стеногомельского кинотеатра имя Калинина нагадывала фестиваль дитяших талентов. Упор был сделан на то, как пьюные зорочки спорту и все наведывальники премьерного показа, як мага глыбея, чули драматургию фильма. Юнор споведаю про жорский свет профессийного футболу, режиссер, продюсер и выканавцеголовные роли, популярный российский актер Данила Козловский. По сюжете нападающий национальной сборной Юрий Столешников у отказный момент, не забивая пенальти. После своей крыудной помылки он завершает карьеру гульца и уезжает в провинциальный город, где начинает тренерскую работу в мясцовом футбольном клубе. Менавито тут ему треба будет снова поверить у себя. Вот сегодня у нас на примере присутствует очень много мальчишек, которые занимаются футболом. Я думаю, что им очень понравится этот фильм. Они еще упорнее будут заниматься футболом, чтобы стать знаменитыми спортсменами. И я хочу пригласить всех гомельчан, наших зрителей, на просмотр фильма «Тренер» и на те новинки, которые будут вам показывать в кинотеатре города Гомеля. Глядачо региона саправды чекает широк якостных киноновинок от российских вытворцев. С 26-го красавика начнется прокат фильма «Танки», присвеченного подеям другой сусветной войны. Эта история прораспрацована на порозе войны с фашистской Германией прототип новой боевой машины. Головным героем фильма треба будет переодолеть широких небезпечных пригод, чтобы доказать ее перевагу. Еще одна шаканная премьера года – военная драма «Собибор» с уделом народного артиста Российской Федерации Константина Хабенского. С 3-го мая на экранах тяжкая история стойкости человеческого духу по умкнению до жития и свободы в жестких умовах концлагера. Это фильм о единственном в истории Второй мировой войне, восстании в концентрационном лагере, которое увенчалось успехом. Я видел фрагменты фильма этого. Очень мощная эмоциональная, мощная драма с хорошим актерским составом. И я думаю, она не оставит равнодушным наших зрителей. Вероника Ворошилина, Яугин Макеин, Каттери, Радио Кампания «Гомель». Музыка – соправная, выдатная, якосная. У Палацы культуры Чегунышников отбылся великодный концерт камерного хора Гомельской областной филармонии. Он пройшел под управлением мастацкого керавника и головного дирижера коллективу заслуженного деяча культуры Республики Беларусь Алены Соколовой. Гости вечера змогли отрымать осолоду от незвычайной интерпретации единой гармонии духовных спевов. Великодные творы передали слухачам ширость, глубинью и прыгажость молитвы. Подчас концерта аматоры мастацтва окунулись в музычный свет розных стилев и эпох, неполторных шедевров. Слухачи почули стародавние духовные и классичные творы, романсы, джазовые композиции. Разностайность репертуара и высокое выканальницкое майстерство зарабили камерный хор Гомельской областной филармонии, широко запотребованным як у нашей краине, так и за ее межами. Зараз артисты рыхтуют широк новых цикавых концертных программ. Следующий концерт, который у нас будет, это будут произведения и концерты, посвященные Дню Победы, а также в июне месяце, 21 июня, будет концерт «Авторский вечер» композитора и певца Александра Абросимова. Человека, который работает в нашем коллективе уже около 30 лет, и который показал себя не только в качестве солиста нашего певца, но и как композитора. Это оценят наши слушатели, и мы приглашаем всех на этот «Авторский вечер». Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте у интернете по адресу www.tvrgomel.by На этом выпуск завершены. Добрых вам новинов и сашития за эфиром.